Всем привет! Хочу выразить огромную благодарность всем, кто поддерживает проект донатами и спонсорскими подписками. Благодаря вам я могу продолжать заниматься проектом и развивать его в том направлении, в котором хотел бы видеть его сам. Этот ролик поддержали Алексей Тереза, V-Lights, PityHedge, Артём Шойму, Тимофей Джаггернаут, Sleep, OKTVRU, AsusDun, Амурчанин Юрий, Project Nelson, BigTimeExpert, Trickster, Константин Галинский, Экклезиарх, Курьер, Алекс Космос, Виорд, Сергей Корольчук и Марк Шварцкоп. А теперь перейдём к видео. Всем привет, как я и обещал в прошлый раз. Теперь новостные ролики или около того будут выходить в формате вот такого живого общения, то есть я буду не читать с бумажки, как обычно это было, а вот так сами напрямую разговаривать на ту или иную тему. Улеглись страсти, Bethesda куплена Microsoft, мы все похайпили, посмеялись, порадовались в чём-то даже. Но теперь стоит, я думаю, как-то более серьёзно к этому отнестись и обсудить, подумать то, к чему всё это сейчас пришло и чего ждать в принципе в будущем. Уже за это время вышло много новостей с различными заявлениями разработчиков, издателя Microsoft и даже вышел целый подкаст, где Пит Хайнс, Тодд Говард и Фил Спенсер сидели вместе и, ну, на самом деле, отчасти ничего нового не сказали, просто посидели полчаса и поностальгировали о прошлом, о разработке Моровинда для первого Xbox и так далее. Но всё равно это довольно был такой приятный подкаст, потому что разработчики тем самым дали понять, что всё хорошо, ничего страшного не произошло, всё в порядке, игры продолжают разрабатываться и так далее и тому подобное. Причём даже сам Тодд Говард пошутил насчёт того, что что-то как-то слишком много хайпа вокруг Старфилда, игры, которую никто никогда не видел. Ну и, собственно, вкратце, да, Bethesda купили Microsoft, а теперь у Microsoft есть, по сути, два больших подразделения. Первый называется Microsoft Game Studios, в который входят Obsidian, разработчики, которые подарили нам Wasteland and Exile и многие-многие другие студии, например, Ninja Fury, мои любимые, и так далее. И есть второе подразделение, которое будет называться Bethesda, и под ними уже сама Bethesda Game Studios с Тоддом Говардом во главе, Arkane с их Dishonored и Prey, и прочим интересным. Ну и, конечно же, и софтвер-разработчики, которые подарили нам Doom, Quake и прочие восхитительные шутеры. Студий, конечно же, очень много теперь у Microsoft, около 23 внутренних. Это, ну, действительно большая цифра, это, по-моему, чуть ли не на треть превышает количество студий у Sony, но на самом деле это ничего на данный момент не значит для нас, как игроков. Окей, Microsoft купили Bethesda, это очень здоровый крут, наверное, для Microsoft, потому что теперь они будут вкладываться в это и, по всей видимости, прокачивать свой Game Pass. Уже заявлено, что 1 октября выходит Doom Eternal в Game Pass, и, по всей видимости, все остальные игры Bethesda, весь их бэк-каталог тоже отправятся в подписочный сервис от Microsoft. Я им, конечно же, пользуюсь, так как владелец Xbox, и если вы владелец Xbox или Windows 10, то и вам советую. Game Pass это реально очень удобная и классная штука. Кроме этого, открываются многие новые возможности, и мы уже в прошлый раз говорили о том, что теперь у Obsidian будет доступ к Fallout, и сразу же после оглашения сделки в Твиттере кто-то написал аккаунт у Obsidian, мол, что теперь, возможно, не Vegas 2, на что Obsidian просто развел руками, мемом, и этот пост набрал больше лайков, чем даже само заявление о покупке Bethesda, что очень, на самом деле, забавно, и показывает тот хайп, который сейчас стоит вокруг New Vegas в интернете. Потому что, ну, как владелец канала Fallout, я вам могу точно и уверенно заявить, New Vegas самая популярная игра, допустим, у нас. Не знаю, как в Америке, не знаю, как в Британии и прочих рынках, но в России складывается такое ощущение, что Fallout New Vegas самая популярная игра до сих пор. По крайней мере, могу это судить по моей аудитории. В любом опросе, в любых, я не знаю, там, голосованиях всегда побеждает New Vegas с огромнейшим отрывом. Окей, возможно, я просто собрал вокруг себя аудиторию, которая очень любит New Vegas, там, может быть, отчасти первую, вторую часть, но так сложилось. Не знаю, насколько это стоит судить, но вот так. И, в принципе, в СМИ, в игровых и в прочих местах за последнее время очень часто замечается, что New Vegas как-то постоянно называют самой лучшей, самой хорошей игрой. И Fallout 3 и 4, несмотря на то, что они продались больше всего, и, ну, в принципе, они довольно любимые игроками, они как-то всегда замалчиваются. И на самом деле, возможность здесь открывается в чем? Да, Obsidian могут сейчас доверить разработку Fallout, а могут и не доверить. Как мы это знаем, у Bethesda есть свои планы на франшизу. По крайней мере, была до покупки. В целом, хочется думать, верить, что все эти планы теперь пойдут немножечко, если и не крахом, то их очень сильно пересмотрят, потому что, ну, я думаю, только глупый не заметил, что Bethesda, начав свою рекламную кампанию со спасением игрока 1 и проще, немножечко быстренько так переобулись и начали делать нам Wolfenstein кооперативный, Doom Eternal в виде подписочной игры, Fallout выпустили онлайновый и так далее и тому подобное, на мобилке начали заострять внимание и так далее. Ходили новости о том, что Bethesda на самом деле была довольно в тяжелом состоянии, за ним Max уже начинал думать об увольнении людей, но вот пришли к выводу, что лучше продаться, но остаться цельной компанией, в принципе, что и произошло. Microsoft обещает, что Bethesda останется Bethesda, и сама Bethesda говорят, что это главное в новом партнерстве, что Bethesda останется собой. Поэтому мы можем это расценивать как просто красивые слова, можем расценить и как то, что Bethesda все же остается, пускай и под новым владельцем, однако довольно автономной студией. Тут же встает вопрос насчет эксклюзивности игр. Фил Спенсер сразу же после заявления о покупке Bethesda заявил, что новые проекты компании будут выходить на Xbox и PC 100%, а на всех остальных платформах от случая к случаю. То есть они будут в отдельном порядке рассуждать на тему того, стоит ли выпускать какой-нибудь, допустим, Zelda Scrolls 6 на какой-нибудь условный PlayStation 5. Поэтому тут стоит как бы тоже задуматься насчет того, что открывает нам эта покупка, допустим, пользователей PlayStation теперь, ну, вряд ли будут уверенно ждать новые свитки или новый Fallout, потому что всякое может быть. При этом наверняка различные игры в духе Fallout 76, Zelda Scrolls Online, они так и будут продолжать развиваться на всех платформах, потому что посмотрите на Minecraft. У Xbox эта игра сейчас куплена ими, и она все равно развивается на всех платформах, где они и выходят. Даже Minecraft Dungeons, новая, казалось бы, игра, вышла и на PlayStation. Поэтому не стоит, я думаю, сгоряча думать заранее, что все, у PlayStation больше нет игр и так далее. Я думаю, что часть все равно будет выходить и там. Почему бы и нет? С другой стороны, каким образом они будут выходить? На PlayStation вы сможете покупать игру за, там, 70-80 долларов. Не знаю, в России, допустим, сейчас предзаказ того же Demon's Souls, новой игры для PlayStation 5, стартовая линейка, стоит 5,5 тысячи рублей. И, как бы, за 5,5 тысячи рублей покупать игру, тот же Elder Scrolls 6, я думаю, это, в принципе, дороговато. И в это же время Microsoft своей консолью, либо с ПК, предлагает вам Game Pass. А как мы знаем, все игры Microsoft выходят в день выхода в Game Pass сразу же. И вы можете скачать ее за подписку, а подписка стоит не очень дорого, и играть, пока подписка не закончится, либо пока вы ее не продлите. Все игры Microsoft остаются в Game Pass, поэтому их там оттуда не удалят наверняка, и все будет замечательно. И поэтому главный сейчас эксклюзив PC и Xbox это Game Pass. Microsoft сейчас могут просто заявить Sony, что, да, мы выпустим на вашу платформу тот же Elder Scrolls 6, либо Starfield, но только при одном условии, если вы разрешаете нам запустить Game Pass на вашей платформе. Как мы знаем, сейчас Фил Спенсер и Microsoft, они больше на мультиплатформу рассчитывают, и, в принципе, даже не видят Sony своими конкурентами. И на самом деле это очевидно, потому что на данный момент Microsoft работает на будущее. X-Cloud, их проект, облачный сервис, который будет работать через облака, эти самые, это, собственно, то, что будет, скорее всего, в будущем. И главные конкуренты сейчас у Microsoft это Google с их стадией, и недавно вот Amazon анонсировали свой облачный сервис, и, по всей видимости, будущее так раз вот за этим вот всем. У Sony есть свой аналог, у них есть PS Now, но как-то там все у них странно, неочевидно, и я даже не знаю, что там будет в будущем. Что касается серии Fallout, как бы, собственно, то, ради чего мы все здесь. Сейчас у нее есть несколько путей развития. Я думаю, что тот путь, который был выбран компанией Bethesda, все-таки его аннулируют, потому что одним Fallout 7.6 сыт не будешь, а франшиза простаивает просто так. При этом Fallout 4 продался около 20 миллионов, по-моему, тираж у него был. Это довольно большие цифры, даже по меркам Microsoft. Мне кажется, что Microsoft сейчас решат все новоприобретенные студии и их IP, собственно, начать делать по иним играм, потому что Game Pass нужно чем-то заполнять, нужны хорошие тайтлы, которые будут продавать этот сервис и так далее и тому подобное. Поэтому мне кажется, что, окей, Старфилд Старфилдом, свитки свитками, но новый Fallout, скорее всего, будут разрабатывать. Внутри Bethesda есть четыре студии, которые занимаются каждый своим делом. Мне кажется, ничто не мешает Microsoft создать пятую студию внутри Bethesda, которая занималась бы тем же Fallout 5. Либо передать франшизу тому же Obsidian, которые также займутся его развитием, сделают какую-нибудь нам новую игру и так далее. Внутри Obsidian тоже очень много студий. Одни работают над Grounded, другие над дополнениями для The Outer Worlds. Третий сейчас разрабатывают Evolved, игру, кстати, в духе Skyrim, но в мире Pilosof Eternity. И есть четвертая команда, которой владеет Josh Sawyer, которая занимается чем-то, что не те предыдущие игры. И что это одному богу известно, мне кажется, что вполне может быть это и новым Fallout. Почему бы нет? Кроме того, нам не стоит забывать, что внутри Microsoft есть InXile. Это студия, которая создана Брайаном Фарго, человеком, который стоял у истоков самого первого Fallout'а. И вполне возможно, что им могут дать на разработку какой-нибудь Fallout Tactics 2. Почему бы нет? Недавно InXile выпустили Wasteland 3, который очень понравился аудитории, да и даже журналисты остались очень довольны и различные СМИ. И мне кажется, что сделать олдскульную RPG в духе даже того же Wasteland 3, но во вселенной Fallout, мне кажется, вполне могут InXile этим заняться. Почему бы и нет? Кроме того, не стоит забывать, что у Microsoft сейчас реально очень много студий, и любой из них могут доверить Fallout. Посмотрите на студию, которая раньше делала Forza Horizon. Казалось бы, гоночная серия, вообще никак не связанная ни с ролевыми играми, ни с чем. Но, тем не менее, внутри ее создали отдельную команду, которая сейчас разрабатывает новый Fable. Поэтому всякое может произойти. Кстати, на канале выходил ролик, где я размышлял на тему того, кто из нынешних студий могли бы разработать новый Fallout, вернуть его к жизни, так сказать. И на самом деле сейчас очень забавно наблюдать за всем происходящим, потому что немножечко все изменилось. И также на канале выходило, по-моему, уже два раза видео о том, какое бы нас ждет будущее серии Fallout. И теперь все они просто, ну, не работают, эти ролики. Потому что будущее у Fallout на данный момент, как никогда, самое-самое разнообразное. Может произойти просто в самые разные вещи. И я надеюсь, что будут только хорошие. Ну и в завершении ролика хотелось бы обратить ваше внимание, что как-то даже жизнь закипела среди моих подписчиков. Допустим, на ролике с новостью про покупку Bethesda было просто там тысячи комментариев, по-моему, очень много людей не остались равнодушными. Это довольно, ну, была потрясающая новость, потому что очень давно ничего подобного не происходило в индустрии, когда действительно... Тут даже не про покупку Microsoft, там Bethesda говорится. Просто сама суть, что наконец-то стагнация какая-то, она прошла, и мы наконец можем как-то с верой смотреть в будущее, что Fallout действительно может попасть в хорошие руки, либо быть хотя бы финансированным, и той же Bethesda и разработана новая часть. Ну и напоследок давайте посмотрим трейлер дополнения для Doom Eternal, который скоро вот уже выйдет. И я поздравляю всех владельцев Game Pass, потому что скоро Doom Eternal выйдет и для вас. Если вы еще не играли, то обязательно поиграйте. На мой взгляд, это лучшая игра этого года после Half-Life Alyx. И всем удачи и пока! Палач прибыл. Сдержанная, но настойчивая агрессия приветствуется. Мы сможем воскресить тех, кто спасет наш мир. Несмотря на пори проступки, ты вновь удостоверился честью. Служить богам.